Приветствую вас на Пампро Тинувын. Я Ирина Каблучко и знамы на звезду. Игорь Яковенко, российский журналист, социолог, добываемый пиццу МК-тыжня. Игорь Александрович, спасибо, что находите время. Приветствую. Ирина, здравствуйте. Спасибо, что зовете. Ключевое событие недели – это, наверное, предоставление разрешения рядом стран, фактически всеми, кто предоставляет Украине вооружение. Разрешение на ограниченное его применение по российской территории, по приграничным зонам. И что тут интересно, несколько дней назад Владимир Путин обозначил как красные линии. Этот момент, можно сказать, даже пригрозил странам НАТО определенным ответным ударом, если они такое разрешение дадут Украине. Вот это произошло. Что теперь обозначает Владимир Путин, какая реакция в России? Да никакая. Ну, собственно, все эти красные линии, которые чертит Путин, он их чертит симпатическими чернилами, которые сразу же растворяются, как только проходит время. То есть, понимаете, ну, что может сделать Путин в отношении стран Запада? Он не раз подчеркивал, что в конвенциональном плане, конвенциональным оружием он многократно проигрывает силам НАТО. Поэтому остается только ядерный шантаж. Ну, с ядерным шантажом уже более-менее разобрались. Понятно, что Путин не самоубийца. И сгореть вот в этом самом адском ядерном пламени всемирного пожара, ну, никакого желания у Путина нет. Он очень дорожит своей жизнью. Об этом многократно доказывалось теми мерами безопасности, которыми он предпринимал, беспрецедентными. Даже для диктаторов. Поэтому никакого... Ядерный шантаж, по крайней мере, пока еще действует немножко на наиболее впечатлительных западных лидеров. Но уже все меньше и меньше. Поэтому никаких запасных вариантов для того, чтобы наказать Запад у Путина нет. Поэтому эти красные линии, они постепенно стираются в головах западных политиков. Ну, и, в общем, Путину ответить на это нечего. По-прежнему будет продолжать уничтожать мирное население Украины. Но уже возможностей для этого будет несколько меньше. Но вот эти снятия запрета, прошу прощения, он выглядит все равно несколько алогичным. Потому что, например, можно бить самолет, который взлетает и запускает ракету в сторону Украины. Но при этом нельзя бить этот же самолет, который делает это на регулярной основе, на его месте дислокации на аэродроме. Вы допускаете, что Запад мог найти какой-то компромисс путем каких-то, возможно, закулисных закрытых переговоров? Что, например, мы дадим вот тут разрешение, а вот тут не будем бить. Такой компромисс, чтобы, ну, как они считают, не эскалировать. Вы знаете, вообще история с этим запретом, она достаточно туманная. Потому что когда он возник, в результате каких переговоров? Ну, там говорят, что вот, значит, в этом участвовали Бернс и Саллива. Ну, возможно. По крайней мере, так сказать, такая информация была. Но, опять-таки, каковы условия этих переговоров? Что взамен Путин обещал? Непонятно. Тут разные версии. Я не хочу, так сказать, здесь конспирологией заниматься. Но в любом случае, я думаю, что вот на сегодняшний момент произошел слом этой конструкции. То есть разрешили. Дальше возникает такой, скажем, риторический вопрос. А, собственно говоря, что такое приграничные области? Насколько, конкретно чем это ограничивается? Ограничивается только Белгородская область? Или это Курская, значит, и, возможно, Ростовская область? То есть это... Дальше возникает вопрос. А действительно, вот самолеты, которые взлетают с аэродрома Энгельс-2, например, это, так сказать, являются ли они объектом для ударов? Я думаю, что в конечном итоге, что называется, процесс пошел. И дальнейшая отмена вообще всех ограничений по поводу нормализации. Извините за такое чудовищное слово. Нормализация войны. То есть имеется в виду, что сейчас война ненормальная. Война любая ненормальная. Но это война, которая, я не знаю, аналогов вообще в истории человечества. За несколько десятков тысяч лет, которые существуют в человечестве, я не знаю таких случаев, чтобы война велась одной агрессором без всяких ограничений, а другая сторона, на другую сторону накладывались ограничения бить только по своей территории. Ну или сейчас вот бить только по территории врага, которая примыкает к Харьковской области. Таких войн не было в истории человечества. Поэтому я думаю, что в конечном итоге, как только, ведь обратите внимание, это ограничение было снято, как только вот сама эта история, сама этот запрет вышел в публичную плоскость. Как только его стали обсуждать, стало ясно, что защищать этот запрет невозможно. И как только началось обсуждение публичное слушание в Палате представителей Конгресса Соединенных Штатов Америки, тут же стало ясно, что возражать-то нечем. Там действительно конгрессмены просто говорили настолько убедительно, настолько ясно было, что этот запрет преступный, что его, конечно, надо было отменять. Я думаю, что процесс пошел. И на сегодняшний момент публично отстаивать точку зрения, что российские бомбардировщики могут взлетать совершенно спокойно, беспрепятственно с аэродрома Энгельс-2, например, один из примеров, а их уничтожать по месту их дислокации нельзя. Но эту позицию невозможно отстаивать. Поэтому я думаю, что в конечном итоге в этом году уже, скорее всего, всякие ограничения будут сняты, и хотя бы в этом отношении у Украины будут развязаны руки. Еще нашим одним очень болезненной точкой являются военно-пленные. В принципе, не только военно-пленные, и гражданских много в тюрьмах Российской Федерации. И в пятницу произошел обмен, 75 человек вернулись домой. Это очень такие, конечно, светлые кадры того, как мама встречается со своим ребенком, как 24-летняя полицейская из Мариуполя звонит своей маме. Но при этом, по оценкам правозащитников, сейчас число пленных, военно-пленных в России 10 тысяч человек. С их семьями это будет население, ну, такого достаточно небольшого, но тем не менее, города. Россия всячески пытается ставить на паузу эти обмены, потому что это тоже раскачивает ситуацию внутри Украины. И вот мы готовимся к саммиту мира, который пройдет в Швейцарии. И один из пунктов там – это обмен пленными. И президент Украины Владимир Зеленский даже ранее заявлял о том, что возможен обмен всех на всех еще до окончания войны. Но, очевидно, для этого нужен посредник, страна, которая, а, захочет присоединиться к этому пункту обмен пленных, и, б, которая имеет реальные рычаги влияния на Россию. Какие страны вы относите к таким игрокам, и возможно ли их участие в рамках саммита мира вот по этому пункту обмен всех на всех? Уточните, пожалуйста, о каких конкретно странах имеется, что имеется в виду, какие страны здесь? Страны, которые могли бы быть посредниками в вопросе обмена пленных, как Турция, например, в свое время гарантировала, что все защитники Азовстали вернутся домой. Но на сегодняшний день еще тысячу защитников Азовстали продолжают пребывать в плене. То есть какие страны могут захотеть выступить тут посредниками, и при этом какие страны могут реально оказать давление, влияние на Россию, у кого есть такие рычаги, чтобы Россия пошла на уступки в этом вопросе? Вы знаете, особо сильно давление, это маловероятно. Я думаю, что, скорее всего, Ближний Восток, первое, что приходит в голову, это Саудовская Аравия и Эмираты. Это страны, с которыми у России хорошие отношения, которые в то же время, так сказать, как-то могут быть площадкой для переговора Запада с Россией. Прежде всего, Саудовская Аравия и Эмираты. Это первое, что приходит в голову. Что касается всего остального, то, ну, не знаю, думаю, что все остальное это жестко, либо на стороне все-таки Запада, либо на стороне России. То есть явно это не Китай, явно это не Индия. Вот поэтому, ну вот, пожалуй, что я все-таки взял бы Ближний Восток. А здесь, очевидно, это Саудовская Аравия и Эмираты. Может быть, может быть. А Турция? Ну, Турция, да. Турция уже, мы говорили, что Турция, конечно, тоже является здесь такой же страной, которая, с одной стороны, что называется, имеет прямой провод с Путиным, и с другой стороны, ну, это член НАТО. Так что, ну, вот три страны. Ну, я думал, что про Турцию мы уже поговорили. Поэтому вот три страны. Турция, Саудовская Аравия и Эмираты. Пожалуй, это первое, что приходит в голову. Еще одно такое отметившееся событие в медийном пространстве – это были так называемые дебаты украинского обозревателя, политического обозревателя Портникова с российской журналисткой Латыниной на тему империализма, и кто был партнером российского империализма в его строительстве. После этого события, которое очень горячо обсуждалось на этой неделе в медийном пространстве Украины, так точно, среди российских либералов, я не знаю, Фейгин задал вопрос, который был модератором этого мероприятия, господин Фейгин задал вопрос Портникову. А почему вы считаете, до сих пор даже у такой высокообразованной части российского общества сохраняются вот эти имперские настроения? Я бы хотела такой же вопрос вам адресовать. Ну, это, вы знаете, эти настроения, во-первых, они далеко не у всех, не надо все-таки так уж совсем генерализировать, что вот у всех, да, но да, больше, значительная часть, значительная часть есть. Я думаю, связано, ну, во-первых, связано это с тем, что это все вытравливается довольно тяжело, потому что все мы выросли вот в имперской этой среде, поэтому это тяжело вытравливается. Ну, и второе, вот эта имперская идентичность, она трудно выдавливается. И второе, это то, что очень многие, это отдельная, большая проблема тех людей, которых называют российской оппозицией, хотя никакой оппозиции, конечно, в России нет, и за пределами ее никто из нас не является оппозицией. Мы представители, скорее всего, какого-то протеста. Это немножко другое. Но главное это то, что очень многие из нас, даже находящиеся в иммиграции, объявленные иноагентами, террористами, экспримистами, у многих уголовные дела уже навешаны, но все-таки существует абсолютно иллюзорная надежда, что кто-то из нас надеется вернуться и рассчитывает на какую-то электоральную историю в России. И поэтому, вот насколько я знаю, мотивы некоторых людей, это все-таки нежелание ссориться с теми людьми, которые остались в России, в том числе и зараженные имперским синдромом. Многие люди из числа российской эмиграции все-таки не распаковывают чемоданы. В этом смысле повторяю ошибку белой эмиграции 20-х годов, когда рассчитывали вернуться и думали, что вот-вот сейчас советская власть рухнет и они приедут и будут востребованы. Не рухнуло. Прошло 74 года. И сейчас та же самая ошибка, считают, что они могут вернуться, ну многие, например, там, ну такие люди, как Кат, Светов, они не хотят ссориться, они хотят понравиться российской аудитории, очень сильно хотят понравиться российской аудитории. Поэтому, в принципе, и не могут четко определиться, на чьей они стороне. В этом, мне кажется, проблема. Это, может быть, главная проблема, что они все-таки рассчитывают на то, что как-то им надо, так сказать, ориентироваться на российскую аудиторию, в том числе. Ну отсюда все вот эти вот метания, все эти попытки пожалеть оккупантов, наши мальчики и так далее. Вот эта вот вся история, она отсюда. Это все-таки непонимание того, что, ну там фашистский режим, и это и люди, которые заражены этим, понравиться им, это означает изменить себе. Вот это, мне кажется, это лежит в основе вот этого невыдума. Ну и помимо всего прочего, действительно, имперский синдром очень трудно выдавливается. Это такая болезненная история. Смена идентичности – это всегда болезнь. Что ж, таких более философских вопросов к более практичным. На этой неделе прошло совещание с членами Совбеза, его провел Путин. И журналисты российские отметили, что на нем не появился новопризначенный министр обороны Белоусов, новопризначенный уже как, назначенный уже как две недели. И тоже агентство, издание агентства новости приводит в пример Шойгу в 2012 году, когда его только назначили. Это 12 лет он, получается, был на этой должности. Аж страшно подумать. Так вот, когда 12 лет назад его назначили, то он сразу же появился на совещании этого Совета безопасности, где его все горячо поздравляли, приветствовали. Вы считаете это каким-то событием, которое стоит внимания? Не знаю. Я думаю, что здесь могут быть разные объяснения. Мне как-то не очень хочется сейчас из этого факта выстраивать какую-то гипотезу, какую-то конспирологическую схему, что это что-то означает. Не знаю. Знаете, как говорил товарищ Фрейд, иногда банан – это просто банан. И в данном случае иногда человек не появился на совещании по самым каким-то простым банальным причинам. Не знаю. Не знаю. Не хочу. Не могу сказать. Может быть, здесь есть какая-то глубокая история, но я ее не вижу. Ну и что касается предпочтений власти в том, российской власти, я имею в виду, каким контентом кормить свою аудиторию, отметил проект, который так и называется проект, что российские власти в этом году тратили намного больше денег на сказки, чем на какие-то военные фильмы. И они приводят тут цифры, что… Ну, тут нужно объяснить, что обычно фильмы, часто фильмы финансируются частично или полностью с поддержкой государственного бюджета. Так происходит во многих странах, потому что киноиндустрия, она не всегда может сама себя прокормить. Ну и в России, собственно, эта практика тоже существует. Ну и, как правило, российская власть вкладывала деньги в такое патриотическое, ура, военное кино. А в этом году 1,7 миллиардов рублей выделили именно на фильмы сказки и в прокате. Они сейчас набирают намного больше денег, соответственно, больше запроса аудитории именно на такой контент. Что вы считаете первым было, курица или яйцо? Я имею в виду, что российская власть подстраивается под запрос аудитории, либо сейчас вот идет такое какое-то усыпление аудитории сказками. Почему идет отход от этих патриотических пропагандистских фильмов? Вы знаете, здесь я вижу некоторую корреляцию с тем, как выглядят рейтинги программ. А вот в телевидении произошел тоже, ну это правда произошло не в этом году, это еще в прошлом году начался серьезный дрейф. Очень резкое снижение рейтинга вот этих вот основных генераторов ненависти. Программ там Соловьева, Киселева, Скобеевой, Норкина. То есть их рейтинги свалились в конец третьего десятка программ, которые, так сказать, существуют в российском телевизоре. Да, их продолжают смотреть, но намного-намного меньше. То есть пресыщенность вот этой вот ненависти, пресыщенность войной, она совершенно очевидна. Но есть еще одна история. Дело в том, что, казалось бы, вот, ну должны уже, третий год этой войны, должны были бы уже появиться фильмы об этой войне. То есть какие-то патриотические фильмы об этой войне, их нет. Их нет, просто нет. То есть вообще даже, ну в свое время оккупация Крыма, тоже рассчитывали на то, что будет какая-то история про это. Ну появился один единственный фильм, чрезвычайно слабый, абсолютно бездарный, ну совсем никакой про это. А все остальное, нет. Буча еще была. Ну да, но я имею в виду российские фильмы. Вот и на самом деле, нет, документальных там всяких фейков полно. Но художественных фильмах, которые бы каким-то образом это все с точки зрения российской фашистской пропаганды, все это освещали, этого нет. И это импотентность. Понимаете, все-таки мы знаем, что там фашистский рейх создавал произведения искусства, которые возвеличивали, так сказать, эту фашистскую империю. Значит, ну здесь этого нет, ну Советский Союз активно использовал такую вот художественную пропаганду. Сталин лично этим занимался, лично просматривал, отсматривал все фильмы. Так что этому удивлялось внимание. Здесь нет, здесь полная импотенция. И поэтому вот остаются сказки. И, кстати говоря, когда российская вот эта вот программа ненависти, генерирующая ненависть, они упали в рейтингах, то в какой-то степени им на замену пришли, пришел другой жанр. Мистика, колдуны, значит, там какие-то экстрасенсы, но они все тоже, так сказать, закатывают глаза к небу и говорят, что вот звезды показывают, что Украины не будет, Запад распадется, а, значит, Россия станет царицей мира. Вот, но это другой жанр, это все-таки мистика. Так что здесь сказки вполне, вполне, так сказать, на своем месте. Народ хочет сказок, народ хочет сказок. Народ устал немножко от ненависти и хочет сказок. Хочет сказок, хочет волшебства, хочет мистики, хочет всяких колдуний, которые предсказывают будущее. Вот на это, на это, так сказать, ну, в условиях войны это вообще обычная история. В условиях войны жажда чуда, она вполне понятна. Справедливости ради стоит признать, что в Украине маги и экстрасенсы сейчас занимаются ровно тем же самым, но только с прогнозами прямо противоположными. А с чем связана вот эта, как вы говорите, импотенция, что за три года войны не сняли ни одного маломальски приличного пропагандистского кино на тему этой войны? Да, это достаточно очевидная причина. Дело в том, что помимо того, что у путинской России нет идеологии, путинизм это не идеология. Как бы не хотели как сторонники, так и противники путинизма что-то найти там идеологического. Там нет этого ничего, потому что нет образа будущего. И ненависть не может быть идеологией. Ненависть может быть подпоркой какой-то идеологии. Там классовая ненависть или расовая ненависть, она может быть подпоркой идеологии. Но она никак не может быть самой, она не является заместителем идеологии. Должен быть образ будущего, должна быть стройная какая-то, или не очень стройная, как получится, но какая-то картина мира, в котором есть прошлое, есть настоящее, есть будущее. У России этого нет, у России есть только поиск прошлого, но это уже не идеология, это мифология, это разные вещи. И поэтому, поскольку нет образа будущего, нет идеологии, поэтому и фильма не получается. Непонятно, понимаете, все-таки каждый фильм, драматургия фильма, она требует какого-то устремления в будущее. Нужен какой-то положительный герой. Ну, понимаете, вот какое-то проявление вот этой вот импотенции, оно и в том, что вот эта война не родила в России каких-то героев, которых можно выставлять. То есть, нет никаких, ну, слушайте, вспоминая Вторую мировую войну, можно даже, любой человек может перечислить не меньше десятка вот таких вот героев этой войны. Неважно, настоящих, вымышленных, там, про 28 панфиловцев мы все уже знаем, там, Зоя Космодемьянская тоже, в общем-то, в значительной степени миф, безусловно. Ну, хотя бы мифы были, а были и настоящие герои. Значит, здесь этого нет ничего. И это показатель, потому что война, ну, невозможно облаго... Слушайте, во время вот этого, значит, так сказать, всей этой истории с Донбассом появились герои Гиви и Моторола. Ну, понимаете, два урка, которых... Герои, которых мы заслужили, да? Да, ну, это герои, которых мы заслужили. То есть, два совершенно отвратительных персонажа, садиста, совершенно кромешных. Ну, вот они, вот они герои. Значит, единственный герой вот этой вот, всей этой истории, это человек, которого, это Пригожин, которого пришлось, так сказать, казнить публично Путину самому. Ну, вот это действительно человек, из которого дело... Вот единственный, пожалуй, вот как не смешно, вот этот вот плешивый урка, который действительно является каким-то исчадем ада. Ну, настоящий исчадем ада, что там говорить. Значит, вот он единственный, на самом деле, тянет на героя этой войны. Это очень характерно, кстати говоря. Это единственный, о котором существует мифология, которому памятники станут, которые ставят, и который является предметом, я бы сказал, такой вот, ну, почти что народной любви. Вот, 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 вот что, что родила эта война. Единственный Пригожин, пожалуй. Вот, ну, там близко рассмотреть, это что-то совершенно чудовищное, вороватое, беспринципное, лживое, подлое и чудовищно жестокое. Ну, вот это единственный герой, пожалуй, этой войны, который действительно, понимаете, о котором существует легендирование, о котором, которого воспевают, которому, так сказать, поклоняются. Вот единственное, а так ничего нет. Это очень характерно для этой войны. Это делает, на самом деле, это говорит об этой войне, может быть, даже не меньше, чем те преступления, которые все знают. Гуча, Мариуполь. Вот отсутствие героев и наличие вот такого героя, это многое говорит об этой войне. А это такой феномен захватнической войны, потому что, очевидно, когда речь идет об оборонительной войне, когда люди защищают свои дома, свои семьи, то герои без всякого вмешательства государственной идеологии и пропаганды, они образуются вот прямо на каждом шагу, можно сказать. То есть все захватнические войны были вот такие с героями, как Пригожин, или это особенность российской? Нет, это особенность войны без цели, потому что захватнические войны бывают все-таки, так сказать, как результат какой-то, опять-таки, идеологии, какой-то идеи. То есть, понимаете, ну, будем так говорить, захватнические войны, опять-таки, у Третьего рейха были свои герои. Были там свои герои, да. Да, сейчас, конечно, довольно трудно вот этот вот Ареопак, значит, этот пантеон героев воспринимать всерьез. Но там были герои-летчики героические, ну, там, да, действительно, был культ, это были культовые фигуры, их воспевали, и они, так сказать, существовали в массовом пространстве, в медийном пространстве Третьего рейха. Это все было, значит, герои, ну, я аж не буду говорить там о захватнических войнах, которые в древности велись. Там были герои тоже, и в древнем Риме походы, тоже, так сказать, Александр Македонский, чем тебе не герой? Классический герой, а чем он занимался? Захватническими войнами, а какими еще? Вот вам, пожалуйста, абсолютный герой, что называется, на все времена, вот, так что не всякие. Но там были какие-то великие идеи под этими, да, конечно, сегодня говорить о том, что Третий рейх вела какая-то великая идея, довольно сложно, но там была идея, понимаете? Порочная, преступная, отвратительная, но идея. Здесь нет ничего. Вот никто, очень характерный, никто не может объяснить вообще, зачем Путин это сделал. Сегодня пытаются из себя выдавить, что, зачем это сделано. Защита, защита народа Донбасса, извините, но мы видим, что произошло с, мы видим, что произошло с, значит, с Бахмутом, с Абдеевкой, что произошло с самим Донецком. Вот, мы это все видим, ну да, защитили. Так защитили, что там уже, значит, защищать нечего. Поэтому, ну и где? Где какая-то хоть рациональная идея, зачем это было сделано? Путин постоянно меняет цели этой войны. Значит, то демилитаризация и деноцификация, то, значит, битва с этой самой, с Вавилонской блудницей. Все пытаются ее найти, никак ее не могут обнаружить, чтобы победить. То война с... То, на самом деле, то мы не воюем с Украиной, мы воюем с Западом. Вот, ну, вот определиться никак не могу. Потому что у этой войны действительно цели нет. Никто не может объяснить, зачем Путин это сделал. Игорь Александрович, ну вот если... Не получается. Если вот в сторону отставить официальные заявления и объяснения Путина, как нам видится в Украине, единственная цель этой войны – это уничтожение украинцев, людей, которые идентифицируют себя как украинцы, и уничтожение украинской государственности. В принципе, здесь цели Российской Федерации, они где-то перекликаются с целями фашистской Германии. Нет, одну секундочку. Понимаете, вот когда... Нет, цель, слушайте, ну вот я бы очень не хотел, чтобы мы здесь уравнивали при всей преступности, при всей чудовищности. Ну, во-первых, Путин, конечно, не дотягивает до Гитлера. Вот, нам повезло, что такой мелкий масштаб этого фашиста. Но, тем не менее, у фашистской Германии была цель – жизненное пространство. Начиная с Майнкамф, там обосновывалось жизненное пространство, необходимо жизненное пространство, необходима территория и так далее. Ну, понимаете, если посмотреть на карту России, то говорить о том, что России не хватает жизненного пространства, ну, это даже российские сказочники на это не способны. Поэтому здесь невозможно совершенно... То есть вы совершенно правильно говорите о тех целях, которые преследует Путин. Да, действительно, он хочет уничтожить Украину как государственное явление, и он хочет уничтожить украинцев как народ. Это правда. Остается один вопрос за скобками. Зачем? Зачем? Цель какая? Вот зачем это надо? Понимаете? Потому что захватить территорию, а что, своей земли не хватает? Ну, понимаете, там Гитлер пытался обосновать это действительно необходимостью жизненного пространства, ну, и там можно было хотя бы кому-то это объяснить. Понятно, что вполне достаточно, там прекрасно развивается, там даже самая Япония прекрасно развивается, имея неизмеримо меньшую территорию. Но это ладно. Но, по крайней мере, здесь, ну, Гитлер хоть кому-то это мог объяснить, что необходимы земли. Путин не может этого объяснить. Потому что, ну, просто совершенно самоубийственный аргумент это карта России. Все. Вот смотришь на карту России, и вопрос о том, что нужны какие-то еще земли, он просто становится нелепым. Поэтому цели нет этого уничтожения. Это бессмысленное совершенно занятие. То, что, так сказать, Путин гонит, гонит вот этот вот раздираемый изнутри жар империи расширяться, такой вот естественный для империи стремление расширяться, ну, это же невозможно, в этом невозможно сознаться, понимаете? Поэтому, что это просто вот какой-то внутренний дефект, который встроен в империю. Поэтому здесь, отсюда и нет, отсюда нет идеи, отсюда нет фильмов, отсюда нет героев. Отсюда все проистекает. Из отсутствия смысла какого-то во всей этой войне. Никто не может... И отсюда и то, что на эту войну мобилизуют только за деньги. В основном, основной мотив это деньги. Но не было до сих пор, вот все войны, которые вела Россия, Советский Союз, они были не за деньги. И Вторая мировая война была не за деньги. И Афганская война была не за деньги. И Чеченская война были не за деньги. Они были разные. Одна освободительная, Вторая мировая. Другая, там, империалистическая, имперская война. Афганская и Чеченская тоже имперская война. Но там, они все были не за деньги. А это за деньги, это впервые такое. Такого не было, что государство дает 200 тысяч, а с регионов еще требует по миллиону. Но это же совсем другая история. То есть воюют просто за деньги. Такого не было никогда. Спасибо вам, Игорь Александрович, за интересный, как всегда, разговор за ваше время. Друзья, Игорь Яковенко, российский журналист, социолог, антиимперица, был с нами на связку. Будь ласка, пишите свои думки, что до этой темы. Я думаю, что вам есть что сказать, как вы видите идеологию российской агрессии против Украины. Подписывайтесь, пожалуйста, на наш канал. Ну и поддержите это видео вподобайку, поддержите нашу работу таким чином, нашего гостя. И до следующих встреч на фабриці новин. До свидания. Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok